В Казахстане стартовала третья пятилетка индустриально-инновационного развития. Эксперты уже назвали ее логическим продолжением предыдущих программ инновационного развития. В центре внимания на этот раз обрабатывающая промышленность. Только обрабатывающая промышленность способна вывести страну из ловушки среднего дохода. По планам третья пятилетка должна учесть ошибки предыдущих программ и развивать обрабатывающий сектор точечно, то есть распределять средства более адресно. И в этом вопросе президент страны поставил задачу довести количество предприятий с цифровыми проектами до 200. Сейчас таких в стране всего 40. Пришло понимание того, что угол промышленной политики должен сместиться с макро уровня, с отраслей, на конкретно микро уровень. Для того, чтобы бюджетные деньги не распылялись, предприятия разделят на четыре группы. Определены категории, новые индустриальные игроки, крепкий тыл, драйверы роста и центры тяжести. Для каждого блока правительство предусмотрит дифференцированные меры поддержки. Подход не такой, как ранее, когда говорилось о приоритетных отраслях. Сейчас приоритет такой. Выбраны порядка четырех тысяч товаров обрабатывающего сектора, которым будет оказана государственная поддержка. О том, как изменится обрабатывающий сектор после реализации третьей пятилетки. Какие товары Казахстан начнет активно экспортировать за рубеж? И сможем ли мы до 2025 года избавиться от нефтяной зависимости? Ответы в нашем выпуске программы «Промышленность». План по реализации третьей пятилетки утверждался правительством, члены которого пообещали, на этот раз будут учтены все ошибки прошлых программ индустриально-инновационного развития. В число таких крупных недочетов включили наглядные примеры неэффективного использования бюджетных средств. Завод по производству планшетов, который так и не выпустил ни одного товара, не увидела наша страна и ни одного сельскохозяйственного самолета, который должны были выпускать в Караганде. Поэтому на этот раз было принято решение помогать предприятиям иначе. Отобрали те товары, которые не подвержены влиянию конъюнктуры мировых товарных рынков. То есть оттуда выпали те товары, которые подвержены данной волатильности. Если она, например, имеет волатильную характеристику в настоящее время, в соответствии с этим это может сказаться на производственных объемах. Предприятие не может представлять тогда четко, сколько производить. Товаров обрабатывающей промышленности, которые получат государственную поддержку, эксперты насчитали около 4 тысяч. В 2018 году обрабатывающая промышленность, она принесла порядка 1,2 триллиона тенге налоговых поступлений. Это значительная сумма, потому что это составляет 15% от всех налоговых поступлений в бюджет. Более чем в два раза больше заплатила налоговых поступлений, чем тот же транспорт с логистикой, оптовую розничную торговлю. По данным Института экономических исследований, по итогам 11 месяцев прошлого года рост обрабатывающего сектора составил почти 4%. Добиться такого показателя помогло развитие текстильной промышленности, производства транспортных средств, фармпромышленность, машиностроение. Много есть вопросов в отношении автомобилестроения. Здесь нам необходимо углублять переработку. Если мы этим заниматься не будем, то вопрос в дальнейшем развитии автомобилестроения будет стоять довольно-таки остро. Очень хорошо развивается фармацевтическая промышленность, которая увеличивает экспорт. И я предполагаю, что более чем 50% роста экспорта будет в фармацевтической промышленности. Сейчас роль сектора ВВП страны не столь существенна, говорят экономисты. Порядка 12%. И это самый высокий показатель, начиная с 2009 года. 10-12% для нашего ВВП тоже мало. Обычно развитые страны, перерывающие промышленность, обычно занимают где-то 20-25% от ВВП. Это, конечно, очень высокая задача, но наша задача хотя бы довести до 15-16%. Это было бы очень хорошим результатом. А для того, чтобы углубилизацию и индустриализацию перевести, мы первые две пятилетки решили как бы инфраструктурные задачи. Она дает импульс для развития перерабатывающей промышленности. По правилам третьей пятилетки, поддержка будет оказываться предприятием с потенциалом на конкурентоспособность, а также уже зарекомендовавшим себя на рынке объектам. К последним относится завод по выпуску аккумуляторов, расположенный в Толдыкургане. Здесь, на европейском оборудовании, производят товар, подходящий для легковых авто различных марок. В год на заводе выпускают 2,5 миллиона батарей. Цикл производства полный, без импорта комплектующих. Сначала мы подготавливаем, делаем необходимый сплав, затем отливаем решетку. На эту решетку наносим паста, которая делается из самого высокого сорта свинца, очень чистого. После этого происходит сборка аккумуляторов на полностью автоматических сборочных линиях, где функция человека – это контроль за работой оборудования и подача комплектующих в автомат. Автомат все процессы производит автоматически. Если брать по объему рынка, мы заняли 80% казахстанского рынка. 50% у нас уходит на экспорт. Основной экспортный рынок является Российская Федерация. 40% выходит на Россию и 20% на прислежащие страны СНГ. Это Грузия, Армения, Украина, Азербайджан, Таджикистан, Туркмения. Если брать по производителям, она подходит всем, кроме электроэнергии. Для того, чтобы эффект от третьей пятилетки был максимальным перед предприятиями, которым будет оказана поддержка, поставили ряд условий. И эти целевые индикаторы должны стать инструментом в управлении экономическим развитием. Были поставлены целевые индикаторы, которые, я думаю, будут являться экономическим эффектом для достижения. Это пять показателей. Это реальный рост производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,6 раза. Рост объема экспорта в обрабатывающей промышленности 1,9 раза. Значит, объем инвестиций в основной капитал должны также вырасти в 1,6 раза. Увеличение количества действующих предприятий, обрабатывающих промышленности в 1,5 раза. Повышение индекса экономической сложности с 78 на 55 место. Предприятия обрабатывающего сектора распределили на 4 группы, каждый из которых будет индивидуальный подход в части оказания мер стимулирования. В первую очередь вошли новые индустриальные игроки. Во второй так называемый крепкий тыл, зарекомендовавшие себя производство. В третьей оказались объекты, считающиеся драйверами экономики. Ну а в четвертой – центры тяжести. Говоря иначе, система, образующая предприятия. Газохимический комплекс. По полипропилену работы уже проводятся в АТРАЛ. И сейчас с зарубежными партнерами проводятся переговоры по второму этапу, это полиэтилен уже. Крупный проект Джамбульской области – комплексные минеральные удобрения, тоже порядка 1 миллиарда долларов США. Ряд крупных проектов также есть и в перерабатывающей промышленности, допустим. Это работа с американскими инвесторами. Тоже очень большой проект. Он выведет нашу, мы надеемся, что выведет нашу мясную отрасль на качественно новый уровень. Помимо прочего, ряд проектов запланирован и в машиностроении. Сюда входит локализация производства автокомпонентов и сборка КАМАЗ, а также строительство автозавода мелкоузловой техники в Алматы. По планам, если реализация произойдет успешно, это даст 6-процентный рост к ВВП страны. Чем это такая система, которая сейчас уже заложена в программе третьей пятилетки, чем она лучше, чем предыдущая была? Как правило, по действующим инструментам у нас само предприятие, они не могут прогнозировать, не могут закладывать это в свой бизнес-план, в свои планы развития, закладывать, что они что-то получат, какие-то субсидии. Кроме того, действовала система такая, что кто первый пришел, тот и получил. Теперь же будет состязательность. По мнению экспертов, расширение экспортной продукции товаров позволит вывести страну из ловушки среднего дохода, соответственно, решить вопрос с нефтяной зависимостью нашего государства, если, конечно, все пойдет по плану. Если же один из критериев будет, что любой завод, который строится, в течение пяти или десяти лет, или семи лет будет выходить на внешние рынки, то такие проекты наподобие планшетов, да, они не будут реализованы. Им не будет оказываться государственная поддержка. Если такой подход будет превалировать, то, естественно, у нас будет более ориентированный на внутренний рынок и на экспорт проекты, которые будут в достаточной мере реализованы и жизнеспособны. Ощетимый результат нововведения ожидается к 2025 году, то есть к окончанию реализации пятилетки. К тому времени, безусловно, поступательно должна и возрасти роль обрабатывающего сектора для ВВП страны. И тут важно повторить при условии, если все будет работать как надо. При этом большинство руководителей предприятий и экспертов позитивно оценивают перспективы, рассчитывая на программу и меры государственной поддержки. Продолжение следует...